Захват талибами Афганистана не застал Россию врасплох. Москва в течение многих лет методично работала над тем, чтобы заложить основу для отношений с группировкой, которую она до сих пор официально считает террористической. Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что его страна не торопится признавать талибов в качестве новых правителей Афганистана, но добавил. Видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил. За месяц до начала наступления талибов их делегация посетила Москву и дала заверение в том, что угрозы интересам России и ее союзников в Средней Азии не будет. В ходе этого визита представитель талибана Мохаммад Сахаил Шахин, в частности, заявил. «Мы взяли на себя обязательство не позволять никому, никакому человеку, никакому субъекту использовать территорию Афганистана против соседней страны или других стран региона и мира». Российские дипломаты говорят, что доверяют обещаниям группировки. Тем не менее, в последние недели Россия провела серию совместных военных учений со своими союзниками в Центральной Азии, чтобы подчеркнуть свое обещание, помочь им отразить любые возможные угрозы безопасности со стороны Афганистана. Последние изучения начались на этой неделе в Таджикистане. «Москва считает талибан меньшим злом. Более того, талибы фактически обещали и неоднократно подчеркивали, что не намерены угрожать России и другим государствам, правоприемникам бывших советских республик Центральной Азии». «Десять лет Советский Союз вел в Афганистане войну, которая завершилась выводом его войск в 1989 году. Сейчас Москва возвращается в качестве влиятельного посредника в международные переговоры по Афганистану, непрерывно работая над укреплением связей с талибами, принимая их представителей в рамках двусторонних и многосторонних встреч». «Десять лет Советский Союз вел в Афганистане войск»